здравствуйте ребята мы продолжаем с вами наши занятия и сегодня мы с вами разберем разберем рациональные уравнения повышенной сложности итак смотрим на доску 3 деленное на x минус 19 меньше либо равняется 19 деленное на x минус 3 что же тут нужно сделать итак первый шаг перенесем все влево и уже и уже будем сравнивать с нулем первый шаг найдем общий знаменатель дополнительным множителем первой дроби будет x минус 3 во второй x минус 19 что у нас получается x 3 умноженное на x минус 3 минус 19 на x минус 19 меньше либо равняется 0 и мы уже умеем решать рациональное неравенство будем решать нашим способом первой нули числителя приравняем числитель к нулю и нам надо найти нули знаменателя давайте сразу пропишем нули знаменателя значит у нас знаменатель будет получаться 0 если x будет принимать 2 19 значения и 3 а вот это уравнение мы с вами решим сейчас мы найдем нули числителя это временно мы уберем и выпишем наше уравнение раскрываем скобки минус на минус будет плюс и 19 умноженное на 19 это будет 361 следующий приведем подобные минус 16 x плюс 352 сейчас найдем x x равен минус 352 делим на минус 16 x равен 22 и так мы с вами нашли нули числителя и нули знаменателя отмечаем эти точки на числовом луче обратите внимание что у нас неравенство не строгая значит число 22 входит в ответ 22 а 19 и 3 точки выколоты и так чтобы определить знаки в промежутках мы возьмем 0 число 0 и подставим знаменатель подставим у нас получится если здесь 0 подставляем минус здесь 0 минус минус до минус даст нам плюс знаменатель у меня плюс а в числителе если мы подставим 0 у нас будет знак плюс плюс да плюс в итоге даст нам плюс значит в этом промежутке у меня знак плюс все остальные знаки чередуются и так нам надо меньше либо равно нуля ответ записать тогда у нас будет значение отрицательное принимать вот в этих промежутках и так x принадлежит от 3 до 19 и круглая скобка и от 22 квадратная скобка до плюс бесконечности продолжаем решать рациональные неравенства посмотрите мы решаем с вами нахождением через нахождение нулей числителей и нули знаменателя и так запишем нули числителя и приравниваем числитель к нулю у нас получается уже знакомое нам уравнение мы его уже умеем решать находим корни ой ноль то есть нули числителя это единица и минус 3 теперь найдем нули знаменателя 2x минус 5 равняется нулю 2x равняется 5 отсюда x равен надо 5 поделить на 2 x будет равен 2 целых пять десятых отметим эти точки на числовом луче давайте возьмем поменьше минус 3 числитель 3 закрашенная точка единица входит а вот 2 целых пять десятых не входит ноль у нас ребята лежит вот в этом промежутке подставляем если мы подставим сюда ноль здесь будет у меня знак минус сюда подставим ноль плюс минус на плюс в итоге даст мне минус а в знаменателе если я ноль подставлю будет тоже знак минус и так минус на минус даст в итоге плюс значит у меня в этом промежутке знак плюс все остальные знаки чередуются нас просят найти меньше нуля меньше нуля у меня вот вот в этих двух промежутках тогда ответом будет x принадлежит от минус бесконечности до минус 3 квадратная скобка и от единицы до двух с половиной круглая скобка приступаем к следующему примеру нули числителя найдем 2x квадрате плюс 3x равняется нулю посмотрите у нас получилось неполное квадратное уравнение как мы его решаем мы выносим x за скобки x вынесли за скобку и и получилось у нас произведение равно нулю когда произведение равно нулю когда один из множителей равен нулю при этом 2 существует находим значение то есть 0 и минус 1,5 это у нас нули числителя найдем нули знаменатель приравняем знаменатель к нулю у нас получается тоже неполное квадратное уравнение и x будет равняться плюс минус единиц отметим эти числа на числовой прямой и так помним что минус 1 и 1 это знаменатели точки выколоты а 0 и минус полтора минус полтора у нас лежит левее минус полтора у нас входит но лежит здесь и так вот у нас только промежутков смотрите минус 1 0 и 1 0 и 1 удобные для нас числа так минус 0 ребята закрашены потому что неравенство не строгое числа входит 0 и единица задействованы поэтому выгодно нам брать ну например число 10 который лежит в этом промежутке можно даже 100 взять подставляем и так если я сюда подставлю число 10 у меня тут будет знак плюс если я сюда подставлю число 10 у меня тоже знак будет положительный плюс на плюс будет плюс тогда в этом промежутке промежутке интервале у нас значение положительный все остальные чередуются нас просят найти меньше нуля где у нас меньше нуля это там где знак минус тогда записываем ответ x принадлежит от минус 1 целый пятидесятых до до минус единицы минус 1 целый пятидесятых входит в ответ минус единица не входит 0 входит и единица не входит и так разберем последнее неравенство найдем нули числителя приравняем числитель к нулю найдем корни корни будут равны 2 и 3 найдем нули знаменателя приравняем знаменатель к нулю корни этого уравнения будут равны 2 и 5 отметим эти точки на числовом луче число 3 у нас входит 2 не входит потому что она встречается и в числителе и в знаменателе знаменателе выкалываем 5 тоже выкалываем обратите внимание так как у нас двойка входит два раза поэтому ушка выдавлено определяем знак возьмем число 0 в этом промежутке подставляем в неравенство и видим что здесь у нас знак будет положительный подставили сюда видим что знак положительный плюс на плюс даст нам плюс в этом промежутке плюс дальше минус плюс минус плюс нам надо ответ записать больше нуля на этом наш урок заканчивается всего вам доброго спасибо за внимание 1 2 3 5